Напиток бессмертия таваистов. Но вначале музыкальная импровизация. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну и даже достал мне бумагу, где было написано, что я сифонафор. Ну, быть сифонофором – это очень удобно, тем, что можно перемещаться во времени и в пространстве на совершенно безопасном. Я как в обычном человеческом виде любил бродить без цели, так и становясь сифонофором, путешествовал, сам не знаю, куда и зачем. Вот я и хочу рассказать об этом одном эпизоде. Пришел я однажды в гости к сифонофору, ну, мы с ним поговорили о том, о сём, потом я сказал, ну, ладно, я пойду. И провалился сквозь диван, на котором сидел, куда-то вниз. Ну, во время этих прогулок, во времени, в ушах раздаются булькани. И вот пробулькало, минуты четыре, наверное, я остановился на одном месте и вижу, что кругом ночь, и горит костёр в сплошной темноте. Я направился к костру и повис над ним, как облако. «Теперь я тебе прочту о звёздах», — сказал старик. Второй китайц смолчал. «Множество стремится к малому, как мать к ребёнку. Не сдвигай брови, если хочешь всё видеть». Второй китайц молчал. «Как ты понял эту сутру?» — спросил старик. «Я понял так, что звёзды можно созерцать, но для этого надо быть чистым и просветлённым». «Жизнь исчезает», — сказал старик. «А чтобы это понять, надо быть действительно спокойным». «Можно спросить, учитель?» «Можно». «А почему вы сказали, как мать к дитя?» «Ну, потому что это сильный, незыблемый закон». Старик стал снимать с костра какой-то сосуд. Я решил, что они будут пить чай. Они действительно разлили его в чашки и долго сидели. Когда я переносил ногу в другое пространство, я услышал, так как голова ещё задержалась. И это напиток бессмертия. Мы теперь будем всегда вместе. Проклятие. Проклятие. Я не настоящий сиванофор и не умею возвращаться. Да и они это делают неточно. Ах, но с тех пор я стал уменьшаться. Наверное, пар был вредному напиткам. А сам напиток бессмертия полезный. Я стал уменьшаться, но не телом, а ощущением самого себя и жизни. Сегодня я прошёл мимо одного двора и вижу, что все дети, что были в колясках, стали взрослыми. Ездят на велосипедах, бегают. Прошло уже года три, наверное. А я, наоборот, чувствую, что внутри стал меньше. То есть мне теперь не сорок лет, а, наверное, четырнадцать. Дома, подоконники и подворотни. Мне стали казаться большими. Эх, но самое удивительное, что даже мое сочинение, а я даже имел глупость побывать в Египте, и там влюбился в дочку жреца, тоже сочинение мое заразное. Тот, кто их читает, тот, кажется, тоже уменьшается. Тот, кто их читает.